всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня снова была закупка в магазине лента достаточно большая снова на 9 где-то с половиной тысяч почему так много потому что много покупаю фруктов которые сезонные фрукты они достаточно дорогие поэтому сейчас все общем увидите и чек как всегда в конце видео и так вот такая вот у меня достаточно большая закупка там еще много всего вот по традиции начинаю с мяса купила как всегда куриные грудки который я говорила что косточка на суп грудка на еду ножки куриные просто мы их запекаем в это дети у меня любят в как его называют духовки вот потом вот такой фарш домашние две упаковки дальше здесь купила я такую но корейку вот она получилась 200 по 259 рублей на 524 рубля тут два килограмма с хвостиком большую это мы будем барбекю делать дальше муж меня попросил в этот раз купить селедку он очень любит как мама ее делает у меня с горчицей и в общем баночки маринует у меня есть уже на канале такое видео как мама маринует вот селедку селедка целая я вам оставлю внизу инфобоксе рецепт как мама общем ее делает так дальше сыр у меня здесь два кусочка сыра был один вот такой голландский и второй вот такой любимый наш мазда мир какой-то взяла вот колбаска лентовская как всегда мы ее все очень любим дальше у меня здесь с сардельки мясные по поможет под может вкусной сардельки взяла вот такой творожный сыр одно время мне как-то надоел сейчас опять захотелось его просто хлебушек творожный сыр сверху можно помидорку допустим положить очень вкусно я его обожаю вот такой охланд он очень похож на сыр который в сушах но я уже много раз о нем рассказывала так что попробуйте если вы видите хохланд еще какая-то марка так и голубой упаковочке делает его так дальше у меня здесь масло взяла снова вкусноте его масло и маме вот такое дешевенькая маме на выпечку всякому нету что-то последнее время увлеклась вот дальше ему нельки детям вот они меня любят вот такие и здесь немножко молочки у меня молоко как всегда сливки это мама у меня будет делать с топленым молоком общем ряженку или что-то такое вот с бактериями которые я вам тоже уже показывала с бак здрав в общем она будет делать дальше купила тут немножко йогуртов от слободан вот такие такие и вот такие донисима у меня детки их иногда пишут тоже чем вкусным дальше позже лента уберите пожалуйста вот эту печку не пеките больше я не могу мимо пройти взяла две штуки машине есть не стала сейчас кофе попью я ее ем просто так многие там с чесноком еще с чем-то я просто так ем или могу вот с этой штучкой очень вкусно это у меня место обеда будет но я не целую естественно съем вот дальше и хлеб тостовый как обычно вот такой взяла французский бурже от фазер тоже кстати фазер вкусно делает но дорогой хлеб от фазер дальше вот такой 365 дней батон нарезной это на котлеты маленького 2 штучки она сушит а потом добавляют в котлетки так дальше сахар 2 упаковки взяла еще вот такие вермишельку это у меня младше очень любит бульон с вермишелью это любимый его суп поэтому мне вермишель уходит быстро но взяла тут немножко так пожевать сушки солью крикеры золотая рыбка печенька юбилейная сладости всем дальше вам не попросила много черного молотого перца не знаю наверно к заготовкам уже готовится поэтому взяла тут h6 упаковок кстати вот это 365 дней хороший перец семечки бабкины семечки упаковки ну и фрукты конечно же я взяла арбуз арбуз был по 56 рублей за килограмм у меня куда-то делась вот этот вот не переклеили просто я сняла получился арбуз по 59 даже рублей на 384 рубля дороговато конечно для арбуза ничего не могу сказать но первые всегда дорогие я всегда у меня очень любят дети арбузы дыни и поэтому я не смогла пройти мимо купила я кстати всегда в середине июня уже начинаю покупать арбузы и они нормальные никто не нравится ничего в общем да дальше купила фруктов как всегда много если у меня нектарины по 99 рублей в общем набрала целую эту самую потом яблочки вот такие я так и на что это какой-то новый вроде бы урожай по 119 рублей дальше есть бананы по 50 ну считайте 60 рублей персик еще взяла они по 150 считается рублей грушу дать у меня пакет порвался груши форель которые да одна девушка мне написала что они как дичка очень сладкие вкусные мои прям подсели мужчина на эти груши прям с удовольствием не так они уже надоели а мужчина у меня там с удовольствием кушают помидоры по 67 рублей огурцы в этот раз не стала покупать у меня с прошлого раза остались огурцы в холодильнике черешня также по 300 рублей взяла вот килограмм ровно причем получилось на килограмм первый такой так из фруктов это все здесь у меня еще лук капуста новый урожай он 1739 и картошка вот у которой всегда я покупаю только она такая земле немножко и она уже стоит дешевле по 49 вы считаете по 50 рублей за килограмм но очень вкусная картошка дальше тут купила собаки значит это шкура свиная кость говяжья по 2 упаковки кстати стоимость кости 60 рублей за килограмм и шкура 65 рублей за килограмм и купил еще вот такие банки мясной ассорти в общем и там телятина с сердцем мне постоянно пишет по поводу того что правильно я кормлю собаку или нет у меня все это оговорено с ветеринаром питания моей собаки поэтому я никак менять не буду потому что все таки я доверяю врачу доверяю ветеринару больше чем просто кому-то вот так на слуху кто говорит так дальше купил этот кучу разных пакетиков к там как обычно и мне на кассе дали в подарок вот такой вот пакетик я кстати спросила по поводу что это за акции у них периодически такое бывает если вы покупаете корм для кошек офф то дают вот такой пробный пробничек один то есть на один чек одну штучку но у них не всегда бывает это акция просто периодически разные марки то же самое для собак покупаете что какой-то корм для собака вам дают какую-то подарочек мне кажется так дальше купила здесь живой кофе я мне кажется его уже покупала принципе вкусный я прошлый раз покупала лентовский помните такой в зеленой упаковке ну кто смотрит мои видео закупках тут наверное помнит так вот лентовский он вкусный кофе но он такой с горчинкой сильный такой горчинкой я такой не люблю поэтому взяла вот такой вот попробую килограмм что-то 599 рублей стоил по скидке дальше любимые мои салфетки вот такие универсальные взяла в этот раз как всегда дальше здесь у меня еще соки яблоко мультифрукт квас никола в этот раз взяла и вот такие актуальки которые любят мои дети я им покупаю сыворотка сок дальше здесь у меня яйца ценой почему-то яиц не было были только c1 но взяла думаю ладно и купила себе вот такие масочки отве лента мне кажется отве ленты я как-то покупала маски вот решила вспомнить скажем так как они ведь активный четверг легкая среда романтическая суббота ну прям красота маска для лица во время просмотра сериала после занятий спортом и перед свиданием не знаю придется на свидание в общем такие попробую потом простых баночках расскажу и купила мальчишкам что они стали рублей по 60 по моему такие как эти мечи таким удобными вот сейчас вот они у меня как расступаются на жарко и самодам так дальше купила я зубин пасту сплата божая ее мне обожает вся семья вот такой биокальций взяла в этот раз по 94 рубля она была и снова я повторила вот этот фитобальзам именно вот что это ирис да вот этот вот очень не нравится очень классный на лето вообще хорошо впитывается еще взяла вот такой попробовать у меня был такой как-то давно гель для душа вот решила взять такую молочку попробовать со вкусом смородины и черемухи со вкусом с ароматом очень очень кстати вкусно пахнет пахнет прямо ягодками смородины очень так что то что вот такая вот у меня получилась закупка вот и кстати арбуз мы всегда кладем в холодильник и вытаскиваем из холодильника потом только кушаем это моей маме так подсказала одна женщина она по-моему была я не помню ее национальность честно но вот из восточных вот она посоветовала маме класть арбузы всегда в холодильник они так получается вкуснее поэтому мы тоже так теперь с удовольствием делаем вот так что сейчас покажу вам чек и вот чек вот давить арбуз 405 рублей это шесть с половиной килограмм и сумма девять пятьсот шестьдесят шесть скидка 2 161 и я хотел еще сразу оговорить по поводу питания собаки потому что очень не получаю достаточно каждый раз практически видео когда я покупаю что-то для собаки я получаю такие достаточно негативные комментарии мне кто-то даже посоветовал поменять своего ветеринара потому что собаку так кормить нельзя нет я не поменяю ни за что на свете своего ветеринара потому что мой ветеринар однажды спас мою собаку я думаю многие из знают о таком движении как док-хантеры так вот моя собака попала под когда и было полтора года под это движение она отравилась на улице что-то подобрала было и полтора года был щенок еще и ну спасло ее только то что она была толстая и не щенок еще то есть достаточно молодая собака была вот так конечно это было ужасное зрелище на самом деле на моих глазах она из толстого пухлого упитанного такого подростка превратилась просто в облезла собаку которой прямо я даже ребра стала видеть это было на самом деле очень-очень ужасно очень тяжело и наш ветеринар ее спас она у него там лежала под капельницы и все остальное то есть может сказать вытащил собаку и после этого уже он расписал нам питание с учетом того что она срыгивает корма сухие я уже об этом говорила то есть она они у нее не перевариваются на периодически мы не даем их тоже это было говорено с ветеринаром летом в особенности потому что летом ну как-то у него плохо всегда с пищеварением вот и все остальное то есть шкуры кости и все остальное каши сочетания каши не знаю овощи фрукты и так далее только апельсины кстати моей собаки нельзя потому что апельсины ну цитрусовые все потому что у нее на них аллергии хотя она кстати очень любит она очень любит у меня мандарины есть вот и много курицы и нельзя тоже кушать потому что тоже она у меня любитель вот она вообще любитель меня поесть и все равно иногда что вот так что ветеринара я менять не буду и питание собаки тоже менять не буду с учетом того что собаке 7 лет на этом питании она замечательно живет уже считайте 7 лет и все у нее хорошо так что вот так вот но я надеюсь вам понравилось такое видео но было для вас полезным интересным ставьте пальчики вверх мне это очень приятно всех люблю целую до новых встреч